Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Пластик налево, макулатура направо. Губернатор края поднял тему деятельности региональных операторов, компаний, которые будут отвечать за сбор мусора. Обсудили краевые власти и формирование тарифов. Как стать чиновником? В Сочи пройдут мастер-классы по развитию навыков работы в муниципальной службе. Администрация курорта объявила о старте конкурса по формированию резерва управленческих кадров. В Сочи город равных возможностей. На курорте еще двух аутистов готовят к поступлению в сочинские общеобразовательные школы. Пока же обучаются сами преподаватели. Новая жизнь гигантов. В Сочи коронируют старейшие Вашингтони и на Новогинской. Только в Центральном районе планируется облагородить 900 пальм. Культурный подход к мусору. На Кубани обсудили, как вывозить и утилизировать отходы. На новую систему работы должны перейти все субъекты России. На совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами губернатор края поднял тему деятельности региональных операторов, компании, которые будут отвечать за сбор мусора. Обсудили и формирование тарифов. Все подробности у коллег из Краснодара. Пластик налево, макулатура направо. Наводить порядок в мусоре – основная задача на сортировочном заводе. Отделить одни виды отходов от других очень важно, ведь это возможность отобрать сырье для его вторичной переработки, что в свою очередь уменьшит количество мусора, складируемого на полигонах. С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа. Все от сбора до утилизации должно стать по-другому. Сортировочным и перерабатывающим комплексом в этой цепочке отводится одна из ведущих ролей. К примеру, из автомобильных шин получают резиновые гранулы, которые идут потом в производство покрытий для спортивных площадок. Конечно, нельзя допустить такой ситуации, заявил губернатор, чтобы в ходе реформы тариф на обращение с такого вырос, а реальные изменения люди не заметили. Важно, чтобы стабильности была и раздражения у населения не было от того, что сегодня мусор дорожает, дорожает, а качество в уборке лучше не становится. Вот это сегодня основное, что раздражает жителей. И неважно, города Сочи, города Краснодара, либо другого какого-то муниципального образования края. Вот именно это раздражает. Поэтому соразмерно, еще раз подчеркиваю, мы должны сегодня добиться того, чтобы платили, да, и может быть индексировано сегодня соразмерно качество уборки мусора. Люди должны понимать, что лучше становится, что мусор не валяется сплошь и рядом. Вениамин Кондратьев просит министра ТЭК и ЖКХ края, в этой должности он чуть больше месяца, внимательно отнестись к формированию тарифов по обращению с коммунальными отходами. Рост должен быть обоснованным и только в рамках нормативов. Никаких повышений под шумок реформы быть не может. Оно не пересматривалось, но ничего не делалось. Поэтому, знаете, вот говорит то, что надо повысить, потому что нужно повысить. А что мы сделали для того, чтобы нужно повысить? Мы вам что, в этот промежуток времени строили новые полигоны? Нет. Вот если бы края вкладывал, либо бизнес вкладывал, и вкладывал, а параллельно повышения тарифов не было. Они говорят, ребят, мы же вкладываем, посмотрите, а тарифы стоят на месте. Но они ничего не вкладывали, тарифы почему должны были расти? Как объяснить сегодня жителям края, если тот или иной региональный оператор, который считает экономику, но свою экономику, поднимает в три раза цены? Что он поставил какие-то сатировочные или мусороперабатывающие заводы? Вот здесь нет соотношения цены и качества. 80% стоимости тарифа зависит от транспортных затрат. Чтобы снизить их, важно продумать оптимальную логистику перевозки мусора, а также увеличить количество полигонов. Чем их больше на территории, тем меньше до них добираться. Сейчас в крае 14 лицензированных мусорных полигонов. Добавить еще 23 полигона. Это те полигоны, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имеют разрешительной документации. Соответственно, эти полигоны, необходимо будет до 2020 года на них получить все те документы, которые требует законодатель. В связи с добавлением 23 еще полигонов, тариф, безусловно, может быть пересмотрен и он будет снижен. В каждом городе, станице и поселке Кубани должно стать чище. Не может быть речи и о несанкционированных свалках. По новому закону собирать, вывозить и утилизировать мусор в крае должен региональный оператор. Сейчас решаются, будут ли это разные коммерческие компании или отвечать за все станет одно государственное учреждение, привлекая для работы частные структуры. Пусть бизнес будет, но у бизнеса будет своя ниша, своя ниша. А вот за политику, вот за нее отвечает государственный региональный оператор. Один, но еще раз подчеркиваю, он государственный. А непосредственно бизнес, компании мусороуборочные, они могут быть чисто коммерческими, но в рамках стратегии, которую вырабатывает один государственный региональный оператор. Цена образования, уже стратегическое дальнейшее совершенствование мусоропереработки, мусоросборки, мусороутилизации, это уже государство не должно выпустить из своих рук. Совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, селекторное на видеосвязи, главы одновременно всех районов. Принципы работы с ТКО должны быть едиными для каждого населенного пункта, а значит формат регионального оператора очевиден, считают в муниципалитетах. То, что касается по уборке мусора, коллеги, не нужно забывать, вот как вы правильно сказали, это политическо-социальный вопрос. Если мы говорим об экономике, то тогда может быть это предприниматель. А именно то, что касается социально-политического вопроса, то оператор должен быть краевой, то есть единый, краевой. Потому что мы можем наткнуться на такие вопросы социальные, которые экономику подорвут на счет раз, на счет два. Сложно отрицать, что будущее в мусорном вопросе за строительством современных и экологичных перерабатывающих, а также сжигающих заводов. Полигоны с отходами устаревают и часто не отвечают требованиям. Раньше, когда закрывали подобные площадки, их просто бросали. Губернатор поручил разработать программу по рекультивации свалок в регионе. К мусору на всей Кубани должен быть культурный подход. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Краснодар. Борьба с черными ательерами и повышение безопасности отдыха на Кубани начали готовиться к летнему сезону. Основная задача, как рассказал губернатор региона, все время повышать уровень сервиса курортов Краснодарского края. Нелегальные гостиницы предоставить достойных условий туристам не могут. Кроме подготовки соответствующей инфраструктуры, решаем проблемы с черными ательерами, которые ни безопасность, некачественный отдых туристам обеспечить не могут. Кроме того, они не платят налоги. Поэтому совместными усилиями муниципалитетов, полиции, налоговой и миграционной служб введем борьбу с такими горе-отельерами, проводим постоянный мониторинг курортных территорий. В прошлом году выявили около 100 объектов с признаками нецелевого использования участков, когда на земле под индивидуальное жилое строительство возводятся гостевые дома. Итогом таких мониторингов становятся трудовые договоры, которые заключают предприниматели, чтобы официально зарегистрировать свой бизнес. Напомню, что в прошлом году курорты Краснодарского края приняли более 17 миллионов туристов. В Сочи подготовка к летнему сезону идет полным ходом не только в отелях и на пляжах. В городе началась традиционная работа по обрезке деревьев. Сегодня специалисты кронировали старейшие пальмы на Новогинской. С первыми теплыми днями у сочинских растений заканчивается зимовка. С них снимают укрытия, раскрывают точки роста и начинают обновлять. Обрезают сухие и ослабленные ветки, где-то формируют кроны, чтобы придать им ухоженный вид. Такая санитарная чистка позволит 15-метровым экзотам стать еще выше. Обрезка больных поврежденных веток и листвы улучшит прохождение воздуха и света через крону в Вашингтоне. Этот сорт пальм здесь высадили еще в конце 70-х. И сегодня этот американо-мексиканский вид сочинцы считают чуть ли не главным городским растением. Также кронированию в эти дни подвергнутся и другие растения курорта, нуждающиеся в этой процедуре. Это снизит риск их заболеваемости. В планах администрации произвести санитарную чистку всему пальмарию на Новогинской. Помимо 120 в Вашингтоне, это и более 50 трахикарпусов и канарских фиников. Через 2-3 недели, уверяют озеленители, пальмы сформируют кроны новыми листьями и приобретут привычный вид. Всего в скверах, парках и прогулочных зонах центрального района Сочи планируется облагородить около 900 пальм. Ориентировочный срок окончания работ 1 апреля. Также в городе начинаются работы по обрезке аварийных, сухих деревьев и самосемные поросли. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 20 марта в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 11-13 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив агропрома. Выставка-ярмарка, продукты питания, напитки от соут. Мясная, рыбная, молочная и овощная продукция. Крафтовые сыры, мед, экопродукты, деликатесы по выставочным ценам. Розница и опт. С 21 по 23 марта «Жемчужина». Вход свободный. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Продолжается прием заявок в кадровый резерв мэрии Сочи. Для тех, кто пройдет отбор, в конце апреля проведут мастер-классы по развитию навыков работы в муниципальной службе. Какими качествами должен обладать управленец и есть ли еще шанс проявить себя, расскажет Татьяна Говоркова. 5 марта администрация Сочи объявила о старте конкурса по формированию резерва управленческих кадров. С этого момента департамент муниципальной службы и кадровой политики ведет активную работу по приему заявок от управленцев, желающих работать на благо курорта и на результат. Мы обрабатываем сегодняшний день более 50 обращений, звонков от желающих принять участие в конкурсе. География обрабатываемых обращений очень обширна. Это и Ростовская область, и Челябинская область, и Приморский край, Москва, Краснодарский край. Большинство заявок поступают от сочинцев. Средний возраст конкурсантов 35-40 лет. Екатерина Плушникова, например, руководит юридической компанией и считает себя тем управленцем, который может прочувствовать остроту социальных вопросов оперативно и качественно принимать решения. Я могу в разных направлениях, в разных департаментах работать. Это и правовой департамент, защита населения, обращение, работа с людьми. Я хочу быть частью большой системы и внести свой вклад в какие-то новые мысли, идеи в создание комфортного нахождения здесь всего проживания населения. Мотивация, опыт и желание работать в мэрии есть и у Игоря Быченко. Он много лет работает в строительной отрасли и теперь решил поработать на благо родного города. Я подал заявки на лидеры России, но из-за того, что находился в рабочей поездке, не смог сдать тесты. И хочется вот сейчас реализовать себе, попытаться на городской конкурсе пройти этот этап. И посмотреть, на что реально новые какие-то вклады внести и посмотреть свои способности, уже не работая, а именно послужить народу. Принять участие в отборе могут все желающие требования кандидатам гражданства Российской Федерации, высшее профессиональное образование, стаж управленческой деятельности не менее трех лет и отсутствие судимости. Написать заявление, предоставить необходимые документы и пройти тестирование можно до 5 апреля в администрации Центрального района. Ближе к маю начнется обучение конкурсантов. После тестирования конкурсная комиссия оценит представленные документы и проведет собеседование с кандидатами. Лучших из конкурсантов несут в резерв управленческих кадров администрации города на должности заместителей главы города и районов, начальников управления, а также директоров муниципальных предприятий и учреждений. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи водитель демонстративно не пропускал скорую помощь. Дорожный инцидент произошел в Адлерском районе на улице Ленина. Поведение автохама сегодня активно обсуждалось в интернете. В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная из кареты скорой помощи. На записи с мобильного телефона видно, как несмотря на включенный звук сирены и мигалки, автомобиль Киа с местными номерами не пропускает спешащий в больницу спецтранспорт. По словам медиков, в скорой в этот момент находился тяжело больной ребенок. При этом видно, что автохам мог спокойно принять вправо или влево и пропустить автомобиль. Как известно, за непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом водитель может лишиться прав на три месяца. Но в случае, если водитель остановлен за нарушение правил дорожного движения сотрудникам ГИБДД на месте совершения проступка. Будет ли наказан водитель данного кроссовера, создавший угрозу для жизни человека, непонятно. Тем не менее, пользователи социальных сетей высказывают свое возмущение и отмечают, что исполнять такие маневры перед скорой помощью – предел хамства и призывают лишить автохама прав. Часть дорог Сочи в летний сезон переведут на одностороннее движение. Цель – бесперебойное движение транспорта и оптимизация нагрузок на сеть дорог, которая возрастает в 3-4 раза в ходе курортного сезона. О работе автоматизированной системы управления дорожным движением на специальном совещании доложил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. Данная система обеспечивает своевременный контроль за ситуацией на автомобильных дорогах города, безопасность пешеходов и увеличение пропускной способности транспортных потоков в курортный сезон. В настоящее время система имеет развитые средства мониторинга различных дорожных ситуаций. Это контроль автомобильных дорог в реальном времени, обстановка на пешеходных переходах, видеоконтроль, работа городских информационных табло и управление светофорами в режиме «Зеленая волна». Что касается работы по пресечению незаконной парковки, то в Сочи проводится видеофиксация нарушений стоянки. В зоне действия дорожного знака остановка запрещена. Ежедневно осуществляется выезд нескольких специальных автомобилей, оснащенных комплексами автоматической фиксации нарушений «Тайфун». Сегодня на территории курорта расположено 500 парковок общей вместимостью 28 960 машиномест. Из них 439 парковок бесплатные. По поручению главы города Сочи предусмотрена организация бесплатных парковок в спальных микрорайонах с целью разгрузить придомовые территории. Однако бесплатных парковок в городе существенно не хватает. Вопросы будут проработаны в ближайшее время и поставлены на контроль краевых и муниципальных депутатов. В новом учебном году в Сочи еще двое детей аутистов пойдут в обычную школу. Об этом сегодня рассказали на специальном семинаре. Воспитатели, психологов, учителей и логопедов познакомили с практическим опытом включения детей с аутизмом в обычную школу и детский сад. Семинар в Сочи проводит педагог-дефектолог из Татарстана, которая в одной из школ города Альмитис курирует сразу три инклюзивные площадки. Семинар в Сочи организовал Центр инклюзивного развития «Включи». Он получил президентский грант, благодаря которому в том числе удается оплачивать выделенные в школах ставки тьютеров. Это педагоги, которые сопровождают индивидуальную работу детей аутистов. Пять лет назад понимания не было вообще. Вообще не было. Мы когда пришли первый раз в управление образованием, мы сказали, ну есть же школа восьмого вида, вот все дети с аутизмом должны учиться там. За время работы нашего проекта у нас включилось в общеобразовательное учреждение, сейчас учатся трое детей. В новом учебном году в школу готовится пойти еще два ребенка с особыми потребностями и готова принять гимназию номер 6, которая уже имеет опыт работы с такими детьми. В школе оборудован специальный ресурсный центр. Здесь дети с особенностями развития, которым просто необходима смена деятельности, могут отдохнуть и с пользой провести время. На данный момент в гимназии обучается двое деток с расстройством аутистического спектра. В сентябре ждем еще нескольких детей. Два года подряд ни одного вопроса по поводу какого-либо негативного отношения. Дети учатся наравне со всеми, одинаковое отношение. Семинар завершится в Сочи завтра. В заключительный день состоится тренинг по основам работы с проблемным поведением детей. Жизнь – это движение. Изречение древнего философа – это кредо участников Сочинской студии танцев «Вдохновение». Ученики школы – пенсионеры, самому старшему из которых 80 лет. Но несмотря на элегантный возраст, они продолжают танцевать, двигаться и наслаждаться жизнью. На одном из занятий в школе танцев побывала и наша съемочная группа. Танцуй так, как будто тебя никто не видит. Они двигаются не ради того, чтобы четко выполнять все элементы, а для души. В студии «Вдохновение», забывая о проблемах и заботах, в танцы кружатся сочинцы от 48 до 80 лет. 18 танцев за два года. Столько ученики школы уже освоили. Основное направление – спортивные бальные танцы. Не только медленный вальс, но и задорные сертаки. Как говорят сами участники клуба, танцы – это универсальный способ хорошо и с пользой провести время. А руководитель студии Николай Власевский добавляет, экспертами уже давно доказано, что танцевальные движения улучшают равновесие, общую координацию. А еще у танцующих в элегантном возрасте уменьшается риск заболеть паркинсоном или альцгеймером. Доли секунды – это же надо фигуру сменить на другую фигуру, все запомнить. Это хорошая тренировка для разума, для мозга и хорошая тренировка для тела. То есть укрепляется весь мышечный каркас. Очень полезно. Сегодня в студии танцев «Вдохновение» занимается более 30 человек. Помещение небольшое, жалуются пенсионеры. Оно уже не вмещает всех любителей фокстрота и танго. Они ждут помощи зала, мы продолжают наслаждаться танцем, который дарит каждому новое ощущение жизни. Я считаю, что самый лучший возраст – это на пенсии, потому что мы имеем возможность быть свободными и посвящать себя тому, что нам нравится. Наш прекрасный город, великолепный и солнечный, он не может не настраивать на танцы, на песни, на радость жизни. Впрочем, участники клуба «Вдохновение» не только вместе танцуют, но и ходят в кино и театры, на концерты и в турпоходы. Одним словом – живут. Ну а по субботам танцоры теперь будут собираться и в открывшемся центре для пожилых людей. Он работает в бывшем кинотеатре «Стерео». Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи на трассе «Формула-1» пройдет полумарафон. 31 марта на трассу протяженностью 21 километр выйдут сильнейшие легкоатлеты России, а также тысячи бегунов-любителей. Полумарафон «Сочи-автодром» в Олимпийском парке Сочи состоится в шестой раз. В забеге на самой быстрой трассе в Европе примут участие тысячи любителей бега не только со всей России, но и зарубежных стран. Участники преодолеют дистанции в 5,5, 10 и 21 километр. Уникальный климат, олимпийское наследие Сочи, минимальные перепады высот трассы забега сделают этот старт открытием весеннего бегового сезона России. Ежегодной интригой забега является улучшение рекорда трассы. Для нового рекордсмена предусмотрен специальный приз – 50 тысяч рублей. Список известных атлетов, которые уже проявили желание участвовать в забеге, дает надежду, что рекорд 2018 года 1 час 2 минуты 57 секунд, установленный Степаном Киселевым, будет обновлен. За день до основного старта 30 марта для самых маленьких чемпионов состоится забег «Детская миля», а в нем могут принять участие дети в возрасте до 14 лет. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях, в группах «Новости Сочи в КТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.